Какой хотите саре? Заказать к нему украшение, заказать какой-то костюм или всевозможное создать образ, в котором я вам могу помочь. Итак, как же правильно и грамотно надеть саре? Существует самый разнообразный стиль, который носит во всей Индии, он называется стиль Ниви. Вот моё саре одето именно таким способом, поскольку дизайн этого требует. Сейчас я приглашу на сцену мою коллегу Эльнара Гатаулина. Это моя коллега из города Казани. Она серебряная чемпионка Татарстана по балетанцу. Приехала ко мне за индийской красотой, за индийским танцем, и я попросила её мне проассистировать. Другая моя коллега, которая мне ассистирует сейчас с микрофоном и с фурнитурой, это Ирина Бычкова. Мы с ней связаны чисто по швейному церкву, скажем так. Саре состоит из основного куска, то есть он достаточно длинный, и хвост красивый. Он называется пол-лоб. То есть, как правило, вот этот красивый хвост, он перекидывается через плечо или каким-то образом дробируется на груди женщины. Что необходимо для того, чтобы это саре приобрело цвет, чтобы оно зажило? Значит, если в данном случае у нас саре шифоновое, оно прозрачное, обязательно нужно какой-то тугой тонкий поясок, на котором эта саре будет держаться. Поскольку саре – это одежда просто ткань, это просто кусок ткани, это не шитая вещь. В данном случае это будет подъюбник, который практически идёт в пол, и само саре. Чтобы саре у нас имела вид и держала складки, драпировку, это первое, что нужно, придумали подшивать нижний конец вот такой каймой, который называется фолл. Для чего она ещё нужна? Значит, она держит складки. И второе, если саре у нас тканная, а поскольку золотая нить или серебряная нить, она проходит вот так вот гусеничкой через переплетение ниточек других, то её можно легко очень зацепить обувью или вот таким украшением ножным, которое называется паэли, и можно просто порвать и испортить ткань. Вот этот фолл существует для защиты, именно сохранения сарей. Вот он носит две в себе таких функции. Начинаем мы драпировать сарей с правого угла, с правого бедра. Что необходимо учитывать при драпировке? Ну, поскольку наше тело, как я говорю, не квадратное, в нём существуют выпуклости и, как я называю, впуклости, да, поэтому нам нужно начать его драпировать таким образом, чтобы у талии формировалась некоторая сборка или некоторое подобие выточек, чтобы рисунок у нас не перекашивался. Вот это важно учитывать. Ещё, раньше, в древние времена носили только сари и не носили чоли. Чоли – это блузка. Потом, когда приехали мусульмане в Индию или, может быть, даже когда-то пораньше, подумали, что, наверное, это как-то не очень прилично, чтобы топ-лес женщина-то разловливала перед мужчинами, и придумали вот такой вот топ. И как они назвали чоли? Чоли могут быть совершенно разнообразных вариантов. Покроя, дизайна могут быть на четырёх выточках, на трёх выточках, на двух, на одной выточке – это по линии полочки. Длина рукава может быть длинная, три четверти, короткая, вообще без рукава. Совершенно разнообразный вырез для чоли на спинке. Например. Раз, два. То есть всё зависит от того, что вы хотите подчеркнуть именно в сари. То есть какую цель вы несёте, когда вы одеваете сари. Вот мы сделали один тур вокруг бёдер. Дальше у нас идёт холостой тур. И полу мы закладываем складками, сборками. Такими вот. Вернее, складками, да. Чтобы у нас образовался вот такой вот веерк. Вообще, чтобы одеть, нужно на самом деле помощь подруге. Потому что самостоятельно одеть, например, очень серьёзное парчёвое сари очень тяжело, потому что нужно заложить складки, которые бывают очень непослушными. Один конец сари мы крепим, прикрепляем к блузке. Это ещё один плюс блузки, на котором может держаться край сари. Край полу может достигать либо до колена, либо до середины бедра, либо ещё ниже, вот как у меня, например, вообще в пол. То есть это всё зависит от богатства самого сари и что вы хотите в нём подчеркнуть. Ширина сари практически стандартная. Это где-то около метр, метр десять и так далее. То есть чем миниатюрнее женщина, тем меньше по количеству может быть для неё сари. Соответственно, чем выше женщина, то, соответственно, вам нужно подбирать только такое сари, которое будет больше, чем один метр шириной. То есть метр десять, метр пятнадцать. То есть здесь вам нужно уже обращаться к каким-то серьёзным дизайнерам, чтобы вам подбирали именно специальные сари, потому что, что важно, чтобы не сверкали пятки при ходьбе. Вот грудь у нас задрапирована. Держи, пожалуйста. Ага. Теперь очень красивое место в женском организме. Одно из самых красивых мест, да? Это талия. Мы должны её подчеркнуть. Подчёркиваем вот такой косой линией. Вообще сари – это уникальная одежда, которая может подчеркнуть ваши достоинства и скрыть недостатки. Здесь закрепляем булавкой. Булавки в итоге видно не будет. И вот всё, что у нас осталось, мы забираем в складки. Сейчас я одеваю Эльнару в традиционный стиль Ниви. У неё полу лежит на левом плече. Это значит, то есть такой знак. Если полу лежит на левом плече, то все складочки у нас должны смотреть в ту сторону, где у нас лежит полу. И закрепляем их булавочкой. Чтобы они не раскрылись. Вообще, булавки – это один из таких традиционных наборов индейской женщины, которые она не может вообще представить в свою жизнь. Потому что всё там, по максимуму костюмов крепится или что-то вообще. Какой-то тупень. То есть всё практически на булавках, на брошках. Вот мы скрепили все складочки. Теперь хочу обратить ваше внимание на один фактор. Что веер раскрытия всех складок должен быть слегка, в данном случае левее от пупка. Чтобы при ходьбе, соответственно, он раскрывался, как хвост павлина. Замужние женщины в край к полу накидывают на голову. Вот она у нас практически замужем уже. Ирина, а можно ещё? Вашу помощь. Да. Другой вариант. Стиль Ниви носят в Индии вообще в любом штате. Но на самом деле в каждом штате есть особенности драпировки сари. Сейчас я вам покажу, как из стиля Ниви можно преобразиться в гуджарадский стиль. Очень легко. Лёгким движением руки мы берём эти складочки. Поскольку у нас здесь поло очень богатое, мы перекидываем его на правое плечо. Ну, чтобы показать вот этот вот притонный рисунок, очень замечательный. Прикрепим его вот сюда. А вот теперь загадка. На какое плечо у нас полу накинуто? На каком плече? На правом. Куда складки должны теперь смотреть? На правом. Молодцы. Берём эти же складочки и просто переворачиваем на правую сторону. Вот это гуджарадский стиль. Правильно одетый. Ну, чтобы не открывалась грудь, Повернись-ка. Вот этот краешек. Затали. Вот и всё. Вот, пожалуйста, вам дамы из гуджарад. И точно так же легко можно её превратить в невесту. В невесту, да. То есть можно не совсем накидывать на голову, а, например, на пучок. И всё. В общем-то, она вот такая вот красота. Спасибо, Лена. Можешь занимать своё место в зрительном зале. Я вам говорила про дизайн чоли. В Индии существует большое количество дизайнеров...